Уважаемые граждане Казахстана и Кыргызстана, 15 октября в Кыргызстане Назарбаев проиграл. Потерпел поражение, когда его ставленник, его марионетка Мурбек Бабанов оказался на втором месте. И выборы прошли в первом же туре. Фактически ведь потерпел поражение Назарбаев не только на президентских выборах в Кыргызстане, где он хотел установить свою марионетку и возвратить Бакеевский режим. На самом деле проиграл Назарбаев в целом и внутри Казахстана. Он проигрывает партией за партией, он ослабляется. И то, что сказал Алмазбек Атамбаев 7 октября и потом во время других своих выступлений, о том, что Назарбаев вор, о том, что он грабит национальное богатство казахского народа, об этом мы должны сказать, граждане Казахстана. И говорить это везде, повсюду. Нам нужно сбросить оковы страха, боязни этого мелкого диктатора, мелкого тирана, который хочет установить монархический режим. Безусловно, сейчас после этих демократических выборов в Кыргызстане Назарбаев теряет возможность установления монархического режима. Он понимает, что сейчас будет окружен президентами новых стран, которые пошли по открытому пути, по пути демократических реформ внутри своих собственных стран. Он понимает, что опасность исходит от Кыргызстана и от кыргызского народа, который уже совершил две революции. И сейчас, несмотря на вот это давление и угрозы со стороны Астаны на попытках купить политиков и чиновников, кыргызский народ не поддался давлению и сделал свой выбор 15 октября. Он боится, боится, боится этого примера кыргызского свободолюбивого народа. Поэтому организовал эту блокаду, позорную блокаду, для того, чтобы постараться задушить кыргызский народ. Это делается для того, чтобы показать место кыргызским политикам и кыргызскому народу, что он должен подчиниться Астане. Но на самом деле за Назарбаевым тоже стоят его хозяева из Пекина, из западных компаний, которые заинтересованы в том, чтобы в Кыргызстане был диктаторский режим, который бы осуществлял также грабеж кыргызского народа. То, что они сделали в Казахстане. И смотрите, сейчас нынешняя блокада ударила в первую очередь по казахским потребителям, по казахстанским бизнесменам, по казахстанской экономике. После 10 октября идет рост цен на продукты питания, на овощи, на фрукты. На все, что поставлялось из Кыргызстана. И получается, сейчас страдают в первую очередь граждане Казахстана. Потому что Назарбаеву наплевать на граждан Казахстана и на казахский народ. Потому что его благосостояние опирается ни на продуктах питания, ни на овощах, ни на внутреннем рынке. И его благосостояние опирается на продажи нефти, газа, наших национальных богатств, которые разворовывает его семья. И он лично сам, его нукеры, его придворные олигархи. И сейчас Атамбаев начал эту кампанию по развенчанию этой диктатуры, по развенчанию личности Назарбаева. Он сказал правду, все то, что думали мы, но боялись сказать, сказал Атамбаев. И он начал эту волну. Волна пошла. И в связи с проигрышем назарбаевских марионеток в Кыргызстане, это есть поражение диктатуры. И нам надо усиливать нажим, нам нужно распространять эту информацию в социальных сетях, продолжать публиковать материалы в поддержку кыргызского народа, взывать и организовывать акции протестов в поддержку кыргызского народа. Мы должны также записывать видео и выступать, обращаясь к своим гражданам, с тем, чтобы поддержать кыргызских братьев. В их борьбе за свое будущее, за то, чтобы отстоять свою независимость и свое достоинство. Мы, казахи, должны поддержать кыргызских братьев. Только вместе мы сможем одолеть диктатуру и можем одолеть реакцию, прогнать этих назарбаевских олигархов и его семью. Алга, Казахстан! Вместе мы победим! Вместе с кыргызским народом!